Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новости Сочи Новости Сочи появятся еще на семи улицах. Где и когда вводятся новые правила? Требуется мэр. На курорте стартовал конкурс по выбору кандидатов на должность главы города. Кто и как будет выбирать? Шокировал очевидцев. В Центральном районе спасатели достали из реки тело мужчины. Подробности в сводке ЧП. Жители нескольких улиц в Центральном районе Сочи останутся без горячей воды. Ее подача будет приостановлена в связи с плановым ремонтом на двух котельных курорта. Об этом рассказали в предприятии Сочи Теплоэнерго. В частности, работы проведут в котельной номер 5. Без горячей воды в период с 3 по 17 июня останутся жители улиц Донской, Виноградной, Пасечной и Чехова. Переулков строительного Чехова и Донского. Отмечается, что в связи с плановым ремонтом котельной номер 30 без горячей воды с 3 по 6 июня также останутся жители улиц Труда и частично Пластунской. С 4 июня в Сочи платное парковочное пространство вводится дополнительно еще на 7 улицах. На этих участках будет нанесена новая дорожная разметка синего цвета. Теперь платить за стоянку придется на улице Северной, Юных Ленинцев и Островского в Центральном районе, а также на улицах Возрождения, 50 лет СССР, Октября и переулке Ушинского в Хостинском районе. Рядом с участками платных парковок размещены специальные информационные щиты и дорожные знаки. Платное парковочное пространство работает с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов. Стоимость составляет 100 рублей в час в Центральном районе, 80 рублей в час в Адлерском, в Хостинском районе 48 рублей в час. Ночью, а также в выходные и праздничные дни бесплатно. Также остановка транспортного средства на период до 15 минут бесплатно. От оплаты освобождаются транспортные средства, управляемые инвалидами или их перевозящие. Также бесплатно пользоваться парковкой могут отдельные льготные категории граждан. Оплатить парковку можно несколькими способами. Через личный профиль на сайте parkingsochi.ru или через мобильное приложение Ruparking, в мобильном приложении Сбербанк онлайн или в банкоматах Сбербанка. Произвести оплату необходимо в течение 15 минут после въезда в зону платной парковки. Для помощи автомобилистам по вопросам, касающимся платной парковки, в Сочи работает горячая линия. Ее номер на ваших экранах. 29 мая в Сочи стартовал конкурс по выбору кандидатов на должность мэра. В среду начался прием документов на замещение должности главы администрации города. Заявки прекратят принимать 18 июня. Такое решение принято в городском собрании Сочи. Сам конкурс будет проведен 3 июля. В составе конкурсной комиссии войдут несколько человек, в том числе и председатель городского собрания Виктор Филонов. Часть членов комиссии назначит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Съемочная группа «Сочи-24» пообщалась с прохожими на улице и узнала, каким же видят нового мэра горожане. Чтобы любил, полюбил наш город. Мы живем в этом городе очень давно. Здесь родились мои дети. Вот, в общем, чтобы Сочи процветал. Желание, как свое детище, свой город любить и чтобы был прогресс какой-то, да? Он должен в первую очередь думать о людях. У нас очень много в городе всяких недостатков. Так вот, от него должно это все зависеть, правильно? Движение вперед. Прежде всего, честностью. Это прямо самое главное. Честность и желание помочь людям. Должен хотеть улучшить город и, соответственно, создать более комфортную среду для жителей. Ростом метр шестьдесят, в черно-белых кроссовках, слегка полноватый. Такой добрый человек. Согласно условиям, участник конкурса может быть выдвинут губернатором Краснодарского края, общественным объединением, собранием граждан по месту работы или жительства или же путем самовыдвижения. Напомню, 15 мая депутаты городского собрания Сочи в ходе внеочередной сессии приняли отставку главы администрации города Алексея Копайгородского. Мэр покинул свой пост в связи с переходом на новую работу. Новое место трудоустройства главы администрации не уточнялось. Временно исполняющим обязанности мэра назначен замглавы администрации Сочи Олег Бурлев. Четвертый день. Из-за технического сбоя парализована работа оператора доставки грузов и документов СДЭК. Накануне стала известна, возможно, причина масштабного сбоя в работе службы. Ответственность за него взяла на себя некая хакерская группа. Об этом она написала в соцсети. Приложения и сайт службы доставки СДЭК перестали работать с утра в воскресенье 26 мая. Клиентам недоступны приемы выдачи отправлений в пунктах заказов. Сами отделения открыты, сотрудники находятся на своих местах. Но для клиентов вывешено объявление, где говорится, что посылки они смогут получить после устранения технических проблем. Когда это произойдет, пока не сообщается. Как заявили РБК в дирекции по коммуникациям СДЭК, предусмотрена схема ручной обработки выдачи готовых к этому отправлению. Из-за сбоя проверить все данные по базе не получается. Приходится спрашивать содержимое и на доверии выдавать очень срочные заказы. Как сообщают в самих пунктах приема и отправки заказов, сейчас идет восстановление работоспособности сервисов. Обо всех изменениях будет сообщаться незамедлительно. В Сочи за последние пять дней из незаконного оборота изъяли более 500 литров пенного напитка. В микрорайоне Мамайка в Баре продавали алкогольную продукцию на розлив без сопроводительных документов. Из заведения изъяли около 300 литров напитка. В Адлерском районе также обнаружили два торговых объекта по продаже спиртного без документов. Продукция помещена на склад для последующей утилизации. В отношении организаторов незаконного бизнеса составлены административные протоколы. О других происшествиях расскажем в традиционной сводке ЧП. Инспекторы дорожно-патрульной службы остановили 44-летнего водителя, который управлял «Газелью» без прав. Составлен административный материал. Мужчина от управления отстранен. Транспорт помещен на специализированную стоянку. Тело мужчины достали из реки со стороны улицы Чайковского. Его обнаружили очевидцы. На месте происшествия работали спасатели. Сотрудники МЧС передали погибшего мужчину правоохранительным органам. Личность выясняется. Мужчина нашел чужой телефон с картой и сразу поспешил в продуктовый магазин. За чужие средства он приобрел в себе алкоголь и табачную продукцию. Хозяин гаджета рекомендует злоумышленнику вернуть телефон и потраченные деньги. В противном случае он обратится в полицию. Автомобиль отечественного производства на большой скорости выехал на встречную полосу. Водителю регистратора удалось избежать столкновения. Обошлось без жертв. Перед поворотом на улицу Горького у маршрутки оторвалось одно из задних колес, которое врезалось в иномарку. О пострадавших не сообщается. Образовалась пробка. Мусоровоз переехал человека. Трагедия случилась во дворе жилых домов по улице Туапсинская, 17. Водитель, сдавая задним ходом, не заметил 51-летнего местного жителя, который выгуливал собаку. От полученных травм мужчина скончался на месте. В микрорайоне Макаренко прошел очередной рейд по миграционному контролю. В пункт полиции доставили 27 иностранных граждан. У мужчин проверили наличие документов, подтверждающих законность проживания на территории города. Это время новостей Сочи. Вот что дальше будет в нашей программе. Правильный вектор. Участники градостроительной конференции обсудили развитие Сочи. Что новое должно появиться на курорте. Грызть орешки с комфортом. У сочинских белок появились настоящие дома. Как попасть к ним в гости и что принести в подарок. Далее короткая реклама. Оставайтесь с нами. За здоровьем в Зельцер Мед. Врачи в высшей категории. Современное оборудование. Лазерная хирургия. Доступные цены. Все это в новой многопрофильной клинике Зельцер Мед. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru. Требуется консультация специалиста. Строительный магазин «Ракета». Это широкий ассортимент. Программа лояльности. И вежливые продавцы. Более 15 тысяч единиц позиций. Ты точно найдешь свое. Город Сочи. Улица Макаренко. 43. Дробь 4. Грандиозное. Яркое. Новое цирковое шоу. Гириадзе. Пять континентов. В сочинском цирке с 1 июня. 300-03-68. 0+. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника УРАПРО. 300-04-79. «Импульс» – центр психологической помощи и нейрореабилитации в Сочи и Адлере. Предоставит комплексную диагностику и личный план коррекции. Запись на сайте impuls-sochi.ru. Экспресс-диагностика бесплатна. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий бесплатно. «Открытый институт» аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvus.org Изучать, тестировать, внедрять в практику, видеть результат. Из этого складывается ежедневная работа нейрореабилитационного центра «Импульс». Лучшее вознаграждение – счастливые глаза родителей, чьи дети, вопреки диагнозам, смогли самостоятельно встать, сделать уверенные шаги и сказать такое долгожданное и заветное слово. Именно с центра «Импульс» в Сочи началась история комплексной реабилитации детей с задержкой развития и неврологическими нарушениями. За шесть лет работы центр помог обрести физическое и психологическое здоровье более чем семи тысячам детей. А это значит, что в каждой из семей появилась надежда на здоровое будущее. Цель нейрореабилитационного центра «Импульс» – чтобы особенные дети жили полной жизнью. Все специалисты центра «Импульс» работают с детьми, имеющими особенности развития. Если родители заметили, что ребенок не смотрит в глаза, не откликается на имя, не понимает обращенную речь, у ребенка беспокойный сон или трудное засыпание, задержка речевого развития или отсутствие речи, нарушение памяти, мышления и концентрации внимания – это повод обратиться в центр нейрореабилитации. Здесь находится все необходимое для диагностики и коррекции неврологических нарушений, которое соответствует последним научным разработкам. Сотрудники используют лишь те методики, которые доказали свою эффективность в помощи детям. Специалисты и врачи центра «Импульс» регулярно участвуют в отечественных и зарубежных конференциях для обмена опытом. Тест Векслера, синаптерапия, сенсорная интеграция, семейная психотерапия, работа с эмоционально-волевой сферой, АБА и арт-терапия, логопеды и дефектологи – это лишь немногие направления в центре «Импульс». Сейчас у жителей Сочи и Адлера и гостей города есть возможность пройти комплексную диагностику со скидкой 10% для оценки психологического состояния здоровья ребенка и своевременного выявления основных заболеваний детского возраста. Адрес центра и номера телефонов вы видите на своих экранах. Более детальную информацию о работе «Импульса», его сотрудниках и программах можно узнать, посмотрев выпуск программы подробно, которая выходит на телеканале «Сочи-24». Для того, чтобы ребенок плавно, эффективно и спокойно вошел в школьный обучающий процесс, у него должно быть сформировано 4 навыка. По статистике, каждый четвертый ребенок имеет проблему в том или ином направлении. У мальчиков больше эмоционально вливая сфера страдает, возможно, нейропсихологическая. У девочек это психологические факторы сейчас очень часто формируются. Это и страхи, и фобии, и неуверенности. Поэтому поле деятельности достаточно большое. И для того, чтобы наши дети хорошо чувствовали себя в школе, не испытывали сложностей со школьной нагрузкой, была хорошая адаптация в социуме, в школьных вопросах, мы работаем со всеми этими направлениями и готовим ребенка к школе и к школьной программе. Редактор субтитров А.Семкин Хранит Старая. Развитие пляжных территорий, которые раньше занимали санатории и здравницы, сегодня имеет огромное значение для курорта, особенно в преддверии летнего сезона. Все эти объекты должны развиваться в единой концепции, утверждая границы исторического поселения Сочи. Рассматриваются вопросы, очень важные, влияющие на социально-экономическое развитие нашего города. И сегодня не исключение, сегодня также очень важный вопрос, у нас это план Лазаревского района, на повестке возможность его разработки, возможность применения, конечно же, послушаем наших друзей из столицы. Основное внимание было уделено концепции берегозащиты и благоустройства Приморской набережной. На сегодняшний день это один из самых актуальных вопросов, который интересует как представителей власти, так и простых горожан. Проект ранее рассматривался неоднократно, но в этом году уже запланирована его реализация. При разработке идеи учитывали мнение горожан, поскольку очень важно сохранить исторический фонд курорта, его культурное наследие и при этом постараться создать новые ландшафты, новую архитектуру. Основным инструментом, где рассматриваются все проекты, является градостроительный совет, без которого не принимается ни одно решение по строительству объектов. И дополнительно сейчас рассматриваются все вопросы благоустройства. Новые проекты помогают делать город современнее, а интересные концепции проекта способствуют этой идее. В Сочи в этом году начал реализацию федеральный проект «Беличья тропа». Основная ее задача – сохранить популяцию белок в парках и скверах и воспитать в горожанах любовь к живой природе. Центром реализации проекта в городе стал старейший культурный парк «Ривьера». Покормить и не навредить. Пушистые зверьки оказываются очень избирательны в вопросах, касающихся питания. Всем известно с раннего детства, что белки грызут орешки. Но вот миндалем их кормить не рекомендуется, а фундук в качестве угощения подойдет просто идеально. В «Ривьере» установлены специальные автоматы, в которых можно купить лакомства для животных. Это доставляет огромное удовольствие посетителям парка, особенно детям. Я кормила уже здесь белок. Мне нравится гулять в этом парке, потому что здесь много деревьев, здесь животные. Мне нравится заботиться о животных и кормить их. Проект «Беличья тропа» вступил в силу в этом году. Он уже охватил Краснодар, Геленджик и теперь настала очередь в Сочи. Цель проекта – это научить правильно людей обращаться с дикими животными, в том числе с белками, кормить, перекармливать правильным кормом и, соответственно, популяция белок в парках, скверах Краснодарского края. На сегодняшний день в парке установлены четыре аппарата с кормом именно для белок. Дело в том, что кормить диких животных едой для людей может быть опасно, а в аппараты ежедневно загружается сбалансированный корм, который будет и вкусным, и полезным для белок. Автоматы интересны еще тем, кто не просто продают, скажем так, за минимальную цену этот великолепный полноценный корм. Они еще являются центром экопросвещения. На этих автоматах можно посмотреть, чем кормить можно, чем нельзя, как ухаживать за белочкой. В Сочи продолжат активно развивать проект, ведь забота о животных не только позволяет им чувствовать себя нужными, но и делает самого человека добрее и милосерднее. Валерия Асачи, Дмитрий Говорков, Арарат Базинян. Время новостей. И на этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале Сочи 24 ТВ и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через месседжер WhatsApp, номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Палестинцы пытаются найти уцелевшие вещи в полуразрушенном палаточном лагере. Как заявляют подконтрольные ХАМАС органы здравоохранения ГАЗы, это результат авиаудара Израиля. По их данным, он привел к гибели людей. Мы хотим пойти, но не знаем, куда идти. Нам сказали, что это безопасное место. Израильские военные отрицают, что наносили удар по палаточному лагерю. При этом свидетели сообщают, что израильские танки продвинулись к центру Рафаха впервые за время трехнедельного штурма южного города. Несколько дней назад после другого израильского авиаудара в палаточном лагере Рафаха произошел пожар, в результате которого погибло по меньшей мере 45 человек. Инцидент вызвал международное осуждение. В адрес Израиля стали звучать призывы выполнить постановление международного суда и прекратить наступление. Израиль заявил, что атаковал командиров Хамас и не намеревался причинять ущерб мирному населению. По словам представителя армии, согласно предварительному расследованию, возгорание могло быть вызвано тем, что возле комплекса, по которому был нанесен удар, сдетонировал склад с боеприпасами. Сам по себе наш удар не смог бы разжечь пожар такого размера. Между тем Испания, Ирландия и Норвегия официально признали палестинское государство. Ирландия официально признает государство Палестина. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна признает единое палестинское государство, включая сектор Газа и Западный берег, под управлением Палестинской национальной администрации со столицей в Восточном Иерусалиме. Признание Палестины не направлено против кого-либо, особенно против Израиля. Наше решение отражает наше абсолютное неприятие Хамас. А парламент Дании во вторник отклонил предложение о признании палестинского государства. Он поддержал мнение правительства о том, что необходимые условия отсутствуют. Израиль заявляет, что хочет истребить боевиков Хамас, скрывающихся в Рафахе, и спасти заложников, которых там держат. По данным ООН, с начала мая от израильского наступления бежало около миллиона палестинцев. Многие из них неоднократно перемещались. Полиция Гонконга арестовала пятерых активистов в рамках обновленного закона о национальной безопасности. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Такие же обвинения выдвинули и адвокату-правозащитнице, которая уже находится в заключении. Министр безопасности Гонконга Крис Тан заявил, что шестерых человек подозревают в публикации в соцсетях так называемой пропаганды ненависти в отношении властей Гонконга и КНР, а также судебных властей. Хоу Чандун – известный адвокат и продемократическая активистка. С сентября 2021 года ее содержат в женской тюрьме строгого режима. Ранее она выступала с критикой введенного Пекином закона о национальной безопасности. По словам правозащитников, он позволяет арестовать буквально любого по размытым обвинениям в сепаратизме, в подрыве национальной безопасности или связях с иностранными силами. Первую версию закона о национальной безопасности Пекин напрямую принял в Гонконге в 2020 году. Это произошло несмотря на то, что остров считается автономной территорией КНР с отдельным парламентом и государственными органами. В марте этого года закон обновили, сделав его положение еще более жесткими. Это сделал уже законодательный орган острова, в котором с 2020 года большинство депутатов пропекинские. Великобритания вернула свою колонию Гонконг к Китаю по формуле «одна страна, две системы». Она должна была гарантировать свободы острову, включая свободу слова, минимум на 50 лет. При этом Компартия Китая неуклонно расширяет свой контроль над территорией. С 2020 года здесь продолжаются аресты активистов, оппозиционных политиков и работников СМИ. Также закрыли многие либеральные средства массовой информации и неправительственные организации. Кроме того, многие гонконгцы, спасаясь от преследований, были вынуждены бежать в другие страны. Десятки тысяч детей на юге Бразилии уже месяц не ходят в школу из-за катастрофических наводнений. Некоторые школы затопленные, некоторые оборудовали под временное убежище для переселенцев. Более чем из двух тысяч государственных школ в штате Рио-Гранди-ду-Сул закрытой остаётся почти пятая часть. Это затрагивает около 185 тысяч учащихся. Некоторые дети очень травмированы психологически. Когда начинается дождь, они паникуют. Дожди, начавшиеся в конце апреля, привели к рекордному разливу рек и озёр в самом южном штате Бразилии, Рио-Гранди-ду-Сул. В результате наводнений погибло по меньшей мере 169 человек. Более 580 тысяч стали вынужденными переселенцами. Эта школа в столице штата, городе Порту-Аллегри, как и многие другие, частично остаётся под водой. Рядом находится река Гуайба, уровень воды в которой всё ещё на опасной отметке. А это другая школа в том же городе. Здесь директор надеется, что уроки удастся возобновить уже в начале июня. Школьники очень этого ждут. То, что мы столкнулись с такой ситуацией в последний год обучения в школе, а также потеряли последние годы обучения в начальной школе из-за COVID-19, очень нас расстраивает. Нет времени страдать. Если потерпел неудачу, то быстро вставай. Это жизнь в системе образования. В государственном образовании полно проблем. Не таких больших, как это, но проблем много, и я надеюсь, что мы справимся. Это генерал Шерман, крупнейший живой организм на Земле. Сейчас наступило время для медицинского осмотра этой гигантской секвои. Она растёт в национальном парке секвоя в Калифорнии. Считается, что дереву больше двух тысяч лет. Его высота 85 метров. Окружность ствола у Земли более 31 метра, а максимальный диаметр у основания более 11 метров. Масса превышает 1900 тонн. Главная задача специалистов – проверить, не точит ли дерево жучок. Поднимаясь наверх, мы не знали, сколько жуков будет на генерале Шермане. Мы обнаружили немного, но в целом это дерево кажется очень здоровым и способным защищаться от нашествия жуков. Исследователей всё больше тревожат жуки-караеды. Раньше секвои хорошо противостояли этим насекомым. Но в последние годы караеды уже уничтожили 40 таких деревьев в национальных парках в США. Караеды атакуют дерево с крона и постепенно спускаются вниз. Эти крошечные жуки могут погубить секвою за полгода. Поэтому-то и решили осмотреть генерала Шермана. Специалисты говорят, что сейчас многие деревья ослаблены засухами. Это вызывает беспокойство в отношении некоторых гигантских секвоей. Но у генерала Шермана всё в порядке. Специалисты осматривают ветви и ствол старого дерева. Но такой метод не годится для того, чтобы обследовать все секвои. Понадобилось бы слишком много времени. Поэтому исследователи экспериментируют. Мы проверяли, можно ли использовать дроны и спутниковые снимки, чтобы отследить то, что мы видим, осматривая дерево лично. В случае успеха специалисты смогут контролировать намного больше территории. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ Великоустюгский культурно-досуговый центр. Театр Деда Мороза из Великого Устюга едет в Сочи. Спектакль «Морозка» и встреча с российским Дедом Морозом оставит самые удивительные впечатления. 1-2 июня – Туапсе, 4 июня – Адлер, 6 июня – Хоста, 8 июня – Лазаревская, 10 июня – Джубга, 12 июня – Геленджик. Спонсор прогноза погоды – сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Солнечные скидки в «Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене – 990 рублей. Подробности на гемотест.ру Игорь Негода. Субтитры предоставил DimaTorzok В результате придворных интриг трон наследует молодая принцесса. Вскоре она узнает, что существует еще один претендент на престол – законный наследник, скрывающийся в уединенном замке. Тайно пробравшись в его убежище, принцесса начинает следить за молодым человеком и неожиданно для себя влюбляется в него. Брак между принцессой и наследником – вот идеальный путь решения всех проблем с престолом. Но чтобы воплотить в жизнь свои надежды и сообщить избраннику о своей любви, девушке придется проявить немало хитрости и изобретательности и постараться найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев фильм «Триумф любви» на телеканале «Сочи-24» в этот четверг, 30 мая в 21.00. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok